В этом году отмечается 85 лет правительственной междугородней связи. Необходимость ее создания для нужд государственного управления была вызвана тем, что все существовавшие ранее виды связи не могли обеспечить сообщением должную конфиденциальность. Сегодня глава Чуваши Михаил Игнатьев поздравил сотрудников ведомства с праздничной датой. Официальной датой создания правительственной междугородной связи, основы будущих систем правительственной, а затем и президентской связи СССР и Российской Федерации, принято считать 1 июня 1931 года. Как и раньше в сложные моменты истории, правительственная связь остается надежной основой государственного управления. Разработки сотрудников ведомства во все времена были инновационными, и по сей день наша правительственная связь работает с использованием самых передовых технологий. Современная правительственная и междугородная связь в условиях бурного развития информационных технологий и возникновения новых глобальных угроз по-прежнему соответствуют своему предназначению, решая ряд ответственных задач по внедрению современного оборудования, отвечающего самым высоким стандартам качества и надежности, обеспечивая управление государством. А решение многих функциональных и программных задач в интересах правительственной связи способствовало общему развитию научно-технического потенциала нашей страны. Глава Чуваши Михаил Игнатьев поблагодарил действующих сотрудников и ветеранов, заложивших традиции высокого профессионализма. Была отмечена особая роль службы во время Великой Отечественной войны, в современных конфликтах и зонах катастроф. В самых первых дней ваши деятельные основные принципы организации и обеспечения бесперебойного функционирования правительственной связи выполнялись в полном объеме, четко, без каких-либо сбоев. Уважаемые коллеги, примите слова самой искренней благодарности за ваш ответственный труд и мужество. Лучшим сотрудникам в честь 85-летия со дня образования междугородней правительственной связи были вручены заслуженные награды. Родион Архипов, Андрей Спиридонов, Республика. Редактор субтитров А.Семкин